всем огромный привет решила я начать свой влог вот таким необычным образом сейчас поздний вечер примерно 11 часов вечера максимка у меня дышит на ингаляторе но я его жду чтобы вечером почитать с ним книжечку пока сижу вот рисую нас катюшка путякова подсадила на вот эти антистрессовые раскраски привет я катюша огромные и огромное спасибо потому что я вообще с детства очень любила рисовать и для меня когда не надо фантазировать что нарисовать для меня это просто спасение когда он действительно успокаиваешься рисуешь ни о чем не думаешь чем красота вообще вот эти вот я хотела даже почему я под не порисовать с вами хотела поболтать немножко кто может покупать дорогие покупает дорогие кто не может позволить дорогие можно купить недорогие антистресса и вот эти раскраски для взрослых но я думаю они не только для взрослых хороши но это детей это не реклама это просто именно вот это куплено катюшкой было фикс прайсе вот это я уже сама на вытворяла сама разукрашивала действительно отдыхаешь вот например вот эту страницу я рисовала наверно неделю также пока максимку жду и потихонечку рисую у максимки так быстро не получается он выбрал вторую книжку и он тут вот видите что уже его творение здесь как должно быть но вот он уже придерживался того что требовалось от него и примерно разукрашивал также сейчас он там вторую начал а я вот это то как вы заметили я вообще левша но знаете левша переучены я уже говорил в прошлом блоге что меня переучили писать то есть я полная левша родилась почти практически не умея ничего делать правой рукой полностью левой но дети советских времен пострадали от того что нам на заставляли переучиваться то есть мне реально прямо левую руку в первом классе привязывали к стулу и я писала правой причем тетрадка ездила помню по партии нею нечем было подержать потому что вторая рука была привязана и вот такими садистскими методами нас отвечали причем знаете какие времена были интересные не знаю это было конечно не в каждой школе но вот у меня была в то время пожилая учительница знаете вот со всех даже совсем таких послевоенных времен она видимо учитель а нас и даже парту вот нас было двое левшей нашу парту ставили к доске спиной и к лицом мы сидели к классу знаете как вот виноваты и провинившиеся такие изгои с мальчиком вот мы сидели две руки у нас были привязаны и мы с ним вот писали правой рукой чтобы научиться все делать правой но было очень сложно потому что мозг не запланировал правую руку в работе и было сложно что у нас ездили тетрадки мы не могли ручки то раньше они царапали и клякса ставили у нас были промокашки ну в общем было очень неудобно вот хорошо детки они такие смиренные они не воспринимают все так болезненно как вот например сейчас вот ну и дети вообще того времени они родителям ничего не рассказывали например моя мама этого не знала она уже узнала когда я выросла вот ну не обо мне речь а вот о таких вот интересных антистрессовых разукрашках я уже заказала не удержалась катюшка все птикова показывает ее заказы с сайта лабиринт там покруче антистрессовые раскраски мне хотя это очень нравится я ее дорисую но уже заказала из того сайта очень жду свой заказ а вот кстати девчонки так интересно ну и мальчишки кто смотрит левша переученная левша знать какая интересная но я по крайней мере если право я теперь пишу вот так то левый я могу писать зеркально понятное дело я так не делаю постоянно но если же вот так вот пошутить когда одну школе даже шутили мы друг другу записки иногда писали я очень бегала максимкина лежит тетрадка сгенить вам покажу я писала как бы вот то же самое только в другую сторону не начнем писать только я тороплюсь не стараюсь можно красиво и я и и и и и и и и Чтобы побольше было. В общем, вот так вот. Получается зеркально и смешно. То есть, какая разница? Можно так писать, а можно так. Вот так вот. Нельзя левшу переучивать, потому что она становится уродом. И все делает наоборот зеркально. Ну, это, конечно же, шутки. Плюсы того, что кто левый и правый вот так вот переучивается. Я могу, как вот я сейчас вот рисовала. Например, я могу рисовать как левой рукой, так могу рисовать и правой. Или, например, вот я кукол рисую. То, например, у куклы этот глаз я рисую правой рукой, а этот глаз мне удобно левой, чтобы видно было симметрию. Ну, и также у меня нет проблем, как у других, например, подстричь. Или там что-нибудь сделать с ногтями, покрасить ногти. У меня обе руки рабочие, получается. Но в целом, если мне нужно там кинуть, скопать, открыть, что-то сделать, то полностью работает левая, правая. У меня уже... В общем, я кину не в ту сторону правой. Вот. Вот такое маленькое вступление моего нового влога. Попробую в этом влоге также включить кусочки моего быта. Ну, не знаю, интересно или нет. Может быть, что-то от моей семьи, потому что я тут ходила к сестренке в гости, сняла, как ее муж поет. Если интересно, оставайтесь со мной до конца, и я обязательно это вставлю в своем вот этом домашнем влоге. Ну, до следующего ролика. Для вас-то он будет сейчас, а для меня через какое-то время. Меня часто спрашивают, где Максимкина школа, и далеко ли его водить в школу от дома. Вот показываю вид из моего кухонного окна. Вот Максимкин класс на физкультуре. Это наш стадион. А вот тут, собственно, школа. Поэтому очень-очень близко. Вот он выходит из подъезда и по дорожке идет прямо в школу. Сейчас я попробую приблизить. Ну, вот класс. Он там в голубой побежал в Олимпийке. Он там бегает. Уже большие. Второй класс заканчивается у нас. Удобно. Все время слежу за ним на физкультуре. Они все курточки повесили. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас через дорогу пройдем и там будет мой двор У меня муж уже встречает, сейчас он у меня заберет эти сумки Притащим добычу мою домой Не умею я по чуть-чуть покупать, если есть денежка Разрешение есть на емку? Нету Поздно, я ее в пятерочке оставила Ничего, если ты за порошком сходила? Порошок нужен, да? Не стиральный Я хочу дворик вот этот вот заснять Тут тюльпанчики такие красивые распустились Они разных сортов Сейчас меня не отругают Я их сниму Ага, давай Моя добыча пошла домой Давайте я покажу Какая красота Вон они какие Как искусственные Прямо настолько красивые Разные сорта Видно, что люди любят цветы В другую сторону Я сейчас решила попить чайку из своей любимой чашечки Это мне Гульнарочка еще дарила Я ее обожаю просто Эту чашку Она у меня такая классная, красивая И решила попить с шоколадкой Шоколадка вот такая И вот только-только я от нее отрезала этот краешек И достала вот такую плитку Уж я не знаю Тут кто-то был голодный на фабрике Или уж так она обломилась Но ко мне приехала шоколадка, видите Какая смешная Отломанный кусочек У кого-нибудь попадались такие продукты Когда вы ожидаете достать целое А там уже кто-то до вас ел Ну понятно, тут никто не ел Это я уже так шучу Ну прикольно, когда Не хватает какой-то детали Так что я сейчас буду с чаем Доедать то, что мне тут осталось Ну тут немножко еще поломалось Ну поломалось, не страшно Вот интересно, когда Вот такие казусы Приезжают Ну ладно, всем, кто пьет Или ест, всем приятного аппетита Ну ладно, всем, кто пьет Это моя родная сестра. У нас с ней это семейное обезьяничество. Они Максимку звали, а Максимке 38 температура. Это моя родная сестра. На улице погода хороша. О твоих делах так часто размышляю. И понимаю сложность быть я. А бабочки вокруг меня летают. Кузнечики стрекочат тишине. Трава от неба наделяет. Тот дом, что подарил ты мне. На ветках белый снег сверкает. Миллион узоров на стекле. Ума понять все не хватает. Так сложно все, что дал ты мне. А бабочки вокруг меня летают. Кузнечики стрекочат тишине. Трава от неба наделяет. Трава от неба наделяет. Трава от неба наделяет. Трава от неба наделяет. Тот дом, что подарил ты мне. Тот дом, что подарил ты мне. Тот дом, что подарил ты мне. Тот дом, что подарил ты мне.